Продолжение следует... Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это четвертая часть урока Pineville. Продолжаем говорить о крутых возможностях Draw Mesh Tool. Итак, когда Вы чертите линию, при желании Вы можете ее замкнуть. Достаточно во время рисования, не отжимать левую кнопку мыши и нажать Caps Lock плюс пробел. Если Вы отпустили левую кнопку мыши во время рисования, то наводим курсор на нужную линию, нажимаем правую кнопку мыши и Caps Lock плюс Space. Напоминаю, что слева в пункте Draw Mesh Tool, у Вас всегда есть подсказки с горячими клавишами и действиями. Так что в любой момент, можете на них ориентироваться, если что-то забыли. Например, если Вы наведете курсор на данную линию и зажмете правую кнопку мыши, то Вы как раз увидите подсказку о ее замыкании. Далее, если Вы хотите выровнять данный круг, наводим на него курсор, зажимаем левую кнопку мыши, затем Alt плюс Caps Lock. Давайте еще раз повторим данное действие. Чертим линию, замыкаем ее в круг с помощью Caps Lock плюс пробел. Затем удерживая левую кнопку мыши, нажимаем Alt плюс Caps Lock. Напоминаю, что всегда идет позиционирование от камеры. Поэтому круг повторяет форму модели. Если во время циркуляции двигать мышкой, то Вы сможете увеличивать или уменьшать масштаб данного круга. Также, с помощью нее Вы можете выровнять даже такой искаженный сегмент. Также, если Вы хотите продолжить рисование гида, достаточно навести на него Ваш курсор и удерживая правую кнопку мыши, зажать Caps Lock плюс Ctrl. Затем отпустить ее. Таким образом, у Вас появится пунктирная линия, которая позволяет строить новые простым кликом или рисовать их. Еще одна возможность, которая может Вам потребоваться, это разделение и соединение гидов. Давайте начертим какую-нибудь линию и допустим, Вы хотите поставить точку по центру, тем самым разделив данный гид на несколько частей. Для этого, наводим курсор мыши на нужную область, удерживаем правую кнопку и затем нажимаем Alt плюс пробел. Давайте еще повторим данную операцию в этой области. Теперь, чтобы удалить точки и соединить линию, Вам достаточно навести курсор на одну из частей, которые хотите объединить с ближайшей. Зажать правую кнопку мыши и нажать пробел. Кстати, инструмент Circularize, который показывал ранее, тоже работает с прямыми незамкнутыми линиями. То есть, если сейчас навести курсор на эту линию, зажать левую кнопку мыши и удерживать Alt плюс Caps Lock двигать мышкой, мы получим такую арку. Еще одна крутая особенность в InVille, которая мне безумно нравится, это релакс вертексов после ретопологии. Давайте создадим какую-то такую топологию. Затем выйдем с режима Draw Mesh нажав B. Перейдем в режим вертексов нажав A и выделим все вертексы. Теперь, чтобы сделать релакс поверхности, достаточно удерживать H и зажав левую кнопку мыши, двигать ее в любом направлении. Если же Вы будете удерживать правую кнопку мыши, Вы сможете смещать нормали вертексов. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир!